Здравствуйте! Какой будет программа ярмарки-выставки «Рождественские узоры по Волжье?» Как в целом развивается современное декоративно-прикладное искусство и народное творчество? Об этом говорим. И в нашей студии директор агентства социо-культурных технологий Ольга Кравченко и доцент кафедры хорового и сольного народного пения Института культуры Татьяна Мачкасова. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот эта ярмарка-выставка, как долго она проводится уже в Самаре, и в чем ее основная идея, почему она здесь желанна и год от года представляет мастеров? Ну, наверное, я начну. Спасибо за вопрос. Действительно, проект уникальный в регионе. Это крупнейший проект, который направлен на поддержание развития и выявление традиционных ремесел Самарской губернии. А это вопрос достаточно сложный, поэтому им нужно заниматься. И вот Министерство культуры, и мы, агентство социо-культурных технологий, вот как раз и в свое время задумали, 10 лет назад этот проект, и ежегодно его реализуем. Сейчас он уже подрос на межрегиональный уровень, и мы принимаем регионы, ведущих мастеров у себя на площадке, как раз с целью, чтобы показать о том, во-первых, каким потенциалом обладает Самарская область, во-вторых, посмотреть на носителей исконных народных промыслов по Волжье, так как наш регион все-таки является переселенческим, и для нас характерны многие виды промыслов, которые бытуют и более ярко представлены на своих родных территориях. Вот поэтому носителей вот этих видов прикладного искусства, конечно, очень интересно посмотреть нашим мастерам, тем, кто сейчас продолжает в Самарской интерпретации вот эти вот развивать навыки, передавать их своим подмастерьям, ну и радовать наших покупателей, посетителей вот своими прекрасными изделиями. Вот для этого нужен проект, и мы видим большое будущее за этим направлением. Дело в том, что все-таки мы слышим в последнее время часто, что Самара город-курорт, а это некий посыл к развитию туризма, и мы очень надеемся на то, что вот, и я знаю, что это очень востребовано вот в данном аспекте, это как раз сувенирные изделия или некие такие знаковые, брендовые, да, традиционные вещицы, которые говорят о том, что вы были именно в Самаре, в Самарской области. Вот для этого вот мы и проводим рождественские узоры по Олжии. Татьяна, расскажите, вы что представляете на этой ярмарке-выставке, какое у вас направление? Ну, надо сказать, направлений у меня несколько, и одно из другого вырастало. Я доцент кафедры хорового и сольного народного пения, как вы меня представили, и поэтому первой деятельностью вот в этом направлении были экспедиции, экспедиции по Самарской области с целью записи традиционного фольклора. Но наша группа экспедиционная Самарского центра русской традиционной культуры включала в себя не только фольклористов, музыкантов, но и этнографов и собирателей. И поэтому мы занимались, наша группа занималась собиранием не только фольклора, но и всех видов именно, так скажем, материальной традиционной культуры, не только духовной, но и традиционной культуры. Это и одежда, это элементы костюма, это элементы быта, это утва, это украшения, это вся материальная культура, которая, так скажем, сохранилась еще у нас в деревне. И поэтому на протяжении вот уже шести или семи лет ежегодно, каждое лето мы выезжаем и собираем по крупицам то, что вот до нас еще дошло, то, от чего мы можем оттолкнуться, то, чем мы можем научиться и передать дальше нашим поколениям. А как это на выставке будет представлено? Получается, понятно, что вы не повезете, вот то, что вы там нашли? Да, да, это мы нашли. Но на этом мы учимся, на этом мы учимся и делаем современные изделия. И современные изделия, которые, так скажем, повторяют традиционные, то есть они называются реплики, да, мы делаем реплики традиционных костюмов шьем, чтобы люди могли пошить для себя, вот, например, вы, или любой, например, человек живущий сегодня мог себе пошить русский традиционный костюм. Вот, например, Ольга Викторовна имеет в своем гардеробе русский традиционный костюм. Она знает, что это такое, как он называется, костюм состоит. Ольга Викторовна, куда вы в нем выходите? Она может наряжаться на праздники. Расскажите. На праздники. Ну, знаете, во-первых, работа связана с тем, что мы популяризируем народную культуру, и много проводится фестивалей разнообразных у нас в области, в муниципалитетах, вот, по развитию жанров фольклора и народного искусства. А что вы визуально представляете себе? Как он выглядит этот костюм русский народный? Даже вот интересно. Ой, вы знаете, это, во-первых, для меня самой это было открытие, что какой-то сложный такой комплекс, он так и называется, комплекс, который состоит из многих-многих вещей, и сколько у него секретов, которые не видно глазу. И когда смотришь на девушек в сарафанах и в платках, кажется, что все так элементарно просто. На самом деле это так все непросто. И чтобы он грамотно сел, чтобы он фигуру подчеркнул, а не сделал мешковатой, когда там 7 метров льна, вот, и там еще рубаха в пол длиной примерно такой же ширины. И все это весит килограмм, ну, я не знаю, ну, 7, наверное, точно. И когда еще сверху передник вот такой вот толстенный, да еще там... Расшитый-вышитый. Да, и со всякими. Оборами со всякими. Поэтому это только кажется вот со стороны, что это... Ну, что самое удивительное, что это на самом деле, вот, как многие боятся, тут вот рюшки, тут там складочки полнит. Вот не полнит совсем. Потому что это все очень даже встроенит. А очень даже встроенит. То есть вот удивительная вещь, которую понимаешь только тогда, когда ты непосредственно сам вот с этим столкнешься. Потому что если тебе будут это объяснять, скорее всего, ты подумаешь, ну, это на вас так, а меня это точно будет полнить и так далее. Вы не представляете, как украшает русский традиционный костюм. Да, и все это можно будет увидеть на выставке Яровки. На этой выставке мы тоже... Я прям продолжу, сейчас закончу. Не только традиционные костюмы покажем, которые мы шьем, но и я продемонстрирую свою коллекцию последнюю, которую я выставляла на Поволжский сезон Александра Васильева. Там дефилировали мы по, так скажем, оперному театру. В финале мы были. Очень приятно было, что высоко оценили нашу коллекцию, которая изготовлена по, так скажем, ну, вот с элементами русского традиционного костюма, с элементами вышивки. Мы подбирали ткань, которая напоминает орнаментальную какую-то вышивку на традиционном костюме. И она достаточно современна, она достаточно, так скажем, молодежна. Она сочетает в себе и кожу натуральную, и там косухи вот эти вот, и элементы традиционного костюма. Поэтому вот такую коллекцию мы тоже представим зрителям. Где и когда будут проходить рождественские узоры по Волжье? Ну, мы всех ждем на гостеприимной площадке. Это, конечно, наш историко-краеведческий музей имени Петра Алабина. Надо сказать, что проведение подобных форумов, они, как правило, во взаимодействии с краеведческими музеями, но это вот и Татьяна уже коснулась этой темы, что это закономерно. Потому что база, которая вот для наших мастеров-ремесленников является вот как бы точкой опоры, она как раз и является вот те фонды музея, которые имеются, и специалисты-этнографы, которые там есть, которые могут им помочь разобраться, подобрать экспонатуру для изучения, которую можно будет использовать. Кстати, о периоде с 13 по 15 декабря мы всех ждем. Можно будет купить разнообразные изделия, подарки к Новому году, потому что будет, конечно, не только традиционное представлено, но будет представлено и современное рукоделие. Ну, кстати, и современное рукоделие зачастую тоже произошло из традиционного, просто оно, возможно, не очень традиционно для Самарской области. Вот. А, в общем-то, все истоки рукоделия, мастерства, они все-таки лежат где-то в народной культуре. В последнее время очень популярны мастер-классы. Проведение мастер-классов приходят и в музеи, и дети, и взрослые стремятся чему-то научиться. На этой выставке-ярмарке что-то можно будет, какие-то навыки такие приобрести, кроме того, что можно увидеть и узнать? Ну, во-первых, я знаю, к сожалению, не знаю точного, так скажем, состава всех мастеров, которые будут давать мастер-классы, но целый график расписан на все три дня, когда ребята и девчата, в смысле девочки, мальчики и взрослые могут присесть за столы и изготовить одно или второе изделие. Я думаю, что унесут с собой не просто купленную вещь, но сделанную своими руками, что это еще ценно, более ценно. И еще такой вопрос, насколько это сегодня востребовано? Потому что мы говорим, можем говорить, как это прекрасно, как это нужно, как важно помнить и знать о своих истоках, но когда вот с действительностью сталкиваешься и видишь, что немного посетителей, небольшой интерес, вот как это происходит? Вы знаете, вот, во-первых, интерес все больше и больше растет. Я хочу сказать, что в последнее время вообще к народному творчеству интерес возрос значительно, и я бы даже сказала, что есть некая мода. Вот как Татьяна Анатольевна рассказывала, вот в том числе и в своем творчестве дизайнерском, сейчас очень модные тенденции прослеживаются фолк-моды, когда этнографические какие-то особенности, они в современной такой интерпретации, они используются и в костюме, и в одежде, и в убранстве, и в быте. И это, ну, это на самом деле очень востребовано среди дизайнеров, и не только одежды, интерьеров в том числе. Это тренды 19-20-го года, это известный всем. Расскажите, пожалуйста, Татьяна, вот какие-то советы элементарные, что можно даже вот самому, может быть, сделать, и ты будешь в тренде. Прикрепить к своей одежде. Прийти на нашу выставку, посетить мастер-классы, посмотреть все, увидеть все, что можно сделать своими глазами, сфотографировать глазами все, что увидите, пожалуйста, применяйте. Купите, если что-то не успели, не смогли сделать, применяйте. Это действительно традиционное искусство, оно, в общем-то, ну, время от времени возвращается в моду, потому что без него, ну, никак. Это интересно, это ярко, это индивидуально, это особенность каждой нации, да, вот свои какие-то традиционные вещи, и они, мне кажется, в принципе, никогда не выходят из моды. Ну, что говорить, вся Европа, например, она вся одевается на все праздники, у них у каждого есть традиционная одежда, своя, национальная. Они носят ее и не удивляются, что они вдруг все нарядились, и все вот такие вот традиционные ходят. Поэтому нам, раз уж мы так любим заглядывать на Запад, почему бы не, так скажем, не скопировать эту традицию, поддерживать свои традиции. Нам копировать, мне кажется, не пристало. Нас можно копировать сами. Да, вот Ольга, когда вы выходите в этом сарафане в своем, на вас как смотрят? Удивляются? Удивленные взгляды? Потому что вот к тому, что вот мы должны, вот не должны, а, ну, хотелось бы, чтобы мы все ходили. Вы знаете, я вам скажу так, вот, надеюсь, меня правильно поймут, смотрят с восторгом. Но не от того, что я такая великолепная красавица, а от неожиданности эффекта. Потому что вот я уже говорила, он невероятно красит этот вот костюм, понимаете, национальный. Я говорю про русский костюм, потому что вот у меня реально арзамасский комплекс. Делала мне мастер, очень хороший, Наталья Харульна. Это просто мастер от Бога. Эти люди, которые очень скрупулезно занимаются изучением и все выполняют вот так, как прям нужно, вот до ниточки. Если человек другой национальности, и он одевает свою национальную одежду, она его тоже невероятно красит. И это необъяснимый, но это факт. Потому что народная культура и все, что с ней связано, это же веками, веками выпистыванные особенности, которые просто через столько поколений, через столько умов, через столько вкусов прошли. Вот это сито, что там ни отнять, ни прибавить, понимаете. То есть если это сделано правильно и грамотно, то оно не может не пойти, оно не может не украсить, это невозможно. А мне кажется, еще секрет и успех вот таких моделей в соединении современных фактур, каких-то идей и народных. Вот не истинно народный там сарафан одеть, а вот именно соединить его с чем-то, с какой-то современной деталью, тканью и так далее. Конечно, мир нельзя остановить, он движется вперед, он развивается. И говорить о том, что вот мы надели традиционную одежду и ходили, и, так скажем, каждый день в нем перешли, например, на позапрошлый век, конечно, это нереально и неправильно, потому что, еще раз говорю, что все живет, все развивается. Но знать, но знать свои традиции обязательно надо. Но применить их, ведь там столько находок. Вот я всегда, когда шью свою одежду, я обязательно что-нибудь традиционное, какую-нибудь находку, например, какой-то вот элемент, либо это в ткани будет, либо это в орнаменте будет, либо это будет в каком-то, в каких-то мелких деталях, но я обязательно что-нибудь традиционное верну. Это, так сказать. Вы сказали, что вы в экспедициях проводите время, и не только слушаете песни и так далее, но еще материальное, все вот это вот наблюдаете, исследуете. С каким багажом вы оттуда уезжаете уже после того, из экспедиции? Вот что вы выносите? Что вы вывозите? Да. Вот какое душевное состояние духовное? Что вам дает вот эти встречи, рассказы, общения? Ну, во-первых, это человека очень меняет, меняет в лучшую сторону. Когда много говоришь о традиционной культуре, это одно, но когда ты видишь и общаешься с носителями этой традиционной культуры, когда ты находишься в доме, когда ты находишься вот за столом, когда тебя угощают, почуют, когда тебе показывают, когда тебе рассказывают, как это вышивалось, как это все создавалось. Это тепло, это энергия, это такая сила, которой, ну, просто нигде больше нельзя почерпнуть. Поэтому я считаю, что традиционная культура это некий иммунитет народа. Понимаете? Защитная функция. Вот нам никак нельзя ослаблять этот иммунитет. Нам нужно хранить и собирать это все, хранить внутри себя, нести это дальше, укрепляться, потому что именно этим мы сильны. Да, и как важно это понимать. И хорошо, что вы посредством вот таких вот мероприятий доносите это до людей. А какое красивое название. Рождественские узоры по Волжье. То есть это связано еще как-то с рождественской темой, рождественские узоры. А как это будет представлено, вот именно рождественские узоры? Почему они рождественские? Потому что в декабре проводятся эти узоры? Да. Но с рождества до рождества. Очень долго. И в процессе проведения этих фестивалей мы поняли, что, во-первых, это сложно очень и для мастеров самих. Это очень долго, с 25 декабря по 7 января. Во-вторых, это вообще очень сложно с точки зрения даже организации музейной деятельности. И, в общем-то, совершенно оказалось неэффективно, нецелесообразно. Поэтому мы... Называлось просто рождественские узоры. Потом, когда проект расширился, вот, и появилось, как бы, желание, возможность и необходимость приглашать мастеров, ведущих, народных мастеров. Это звание, это не просто, мы так сказали, народные мастеры. Ведущие. Да. Народных художественных промыслов признанного достоинства. Вот мы к себе приглашаем. А все эти мастера, они также все представлены на всероссийских международных выставках. И там существует определенный график. И для того, чтобы нам не пересечься, иначе мы просто не можем заполучить тех, кого нам очень хочется, вот, нам пришлось выбрать определенное вот окошко временное, чтобы они, те, кого мы хотим, могли к нам приехать. И вот в этот раз, вот, мы, в общем-то, с гордостью ждем ведущих мастеров. Причем мастеров, как вам сказать, не просто вот он просто с детства понял, что ему это нравится, и вот он занялся и стал самодеятельно мастером неплохим. Хотя это тоже неплохо, но есть понятие «потомственный мастер». То есть это тот, у кого корни, чья семья занималась этим мастерством. И это ремесло, и навыки этого ремесла традиционные, они переходят с поколения в поколение. Вот, то есть это… То есть это не самоучка какой-то, да, которая увидела, Ну, и даже может быть обученный, все по правилам, но все-таки… Истоки, корни есть и традиции. Да, таких… Это уникальные люди, те, кто имеет за собой семейный опыт, вот, они, конечно, особо цены в своем знании, потому что они хранят это знание, они являются носителями. Вот таких мастеров мы ждем из Оренбурга, это знаменитый пуховизальный промысел. Таких мастеров мы ждем из Кирова, это резчики по капу, это мастера по дымковской игрушке. Мы еще ни разу не привозили таких мастеров. Ой, какая интересная тема вот этой дымковской игрушки, так ее любят. Это очень красиво, на самом деле, очень. Вот даже ради этого стоит прийти. Да. Потому что редко, вот я даже на себе хотела купить для себя, потому что мне очень нравится, думаю, ну где вот я куплю настоящую дымковскую игрушку. А здесь будет такая возможность. Здесь будет такая возможность, более того, будет возможность обучиться. Потому что все эти мастера, они едут с обязательным условием и обещанием, во-первых, принять участие в деловой программе и рассказать об опыте развития ремесел в их регионах. И плюс еще дать вот возможность овладеть небольшими секретиками их мастерства. Да, очень интересно. Ну вот, заинтриговали. Теперь и меня. Татьяна, вы, уже мы говорили про пение русское, народное, и у нас будет в программе музыкальная пауза, и мы послушаем фрагмент музыкальной из вашей экспедиции. Звучит музыкальная пауза, и мы послушаем фрагменты. Звучит музыкальная пауза, и мы послушаем фрагменты. Вижу барьер, рассердился, меня в горницу позвал. Волоса мои вцепился и таскал, меня таскал. Ой, чай ты мой чай, распрокляткой ты мой чай. Думал, удивлялся, чем я мог неугодить. Наконец я догадался, позабыл чай, посоли. Мы от души порадовались этому пению, и я даже услышала такие вот, какие-то вот ноты такие, наверное, традиционные, да, вот как-то вот они поют с каким-то вот, даже вот произносят. Ну, это очень приятно, что вы включили такой эпизод. Это экспедиция этого лета, это старая бинарадка, это совсем недалеко от города, и мы были очень удивлены, что мы вот в Красноярском районе думали, что, ну, наверное, близко уже никого не осталось, уже здесь городские. Нет, вот такое трио замечательное просто бабушек, которые нам напели. Три дня мы от них записывали, не могли уехать, там целый воз песен. И надо сказать, что это мордовские, это как бы мордва, и от них мы записали очень много русских традиционных песен. Надо сказать, что вот эта черта является особенностью нашей области самарской, многонациональность. И не только мордва и русские, да, вот, так скажем, соприкасаются с традициями, и с чувашими мы перекликаемся, и с татарами мы перекликаемся. Это можно сказать и про песни, и про материальную культуру. Это отражается и в вышивке, это отражается и вот в перенятии друг у друга каких-то традиционных таких вот способов. То есть мы настолько близки и дружны здесь, на этой земле, что, мне кажется, это и является особенностью нашей Самарской области. И даже вот, когда едешь по области, действительно, есть, допустим, село с названием, и буквально через километр, вот, русская, допустим, какая-то там селисьба, следующая идет мордовская тоже название, и третья там чувашская и так далее. То есть селились рядом, и, конечно, друг у друга перенимали и обогащали. Даже в одном селе жили, на одном конце, говорит, мордва жили, на другом русские жили. И вот замуж выходили, засылали сватов и... Как все оказывается действительно интересно. Кто поддерживает проведение этого фестиваля на протяжении уже 10 лет? Как это все выстраивается? С чьей помощью и поддержкой? Ну, вы знаете, основная, конечно, поддержка – это Министерство культуры Самарской области. Потому что, ну, понимание того, что мы должны хранить, мы должны выявлять, мы должны популяризировать тех людей, то, что они сохранили, эти навыки, то, что это должно записываться, где-то сохраняться. Вот я говорю сейчас о наших истоках, о нашей истории, о нашей этнографии, о наших особенностях. Вот это, конечно, прерогатива Министерства культуры. И вот мы, агентство социокультурных технологий, так как мы являемся методическим центром по как раз развитию и сохранению традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности, вот мы стоим во главе этого направления, очень рады этому. У нас работа проводится не только вот исключительно по организации рождественских узоров по Волжье, это как бы верхушка айсберга. То, что видно, то, что нарядно, то, что доступно для многих, то, что как бы мы можем показать и рассказать, на самом деле работа ведется большая, круглогодично. Если говорить о прикладном творчестве, то, конечно, это работа аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия, которая работает в течение года, выявляет мастеров высокого художественного уровня и присваивает звание мастер Самарской области. Кстати говоря, вот на рождественских узорах в рамках торжественного открытия 14-го числа, которое будет 12 часов, будет как раз такая церемония. Она по итогам года, по итогам работы этой аттестационной комиссии, экспертного совета, правильнее сказать, и будет вручаться звание вновь подтвердившим и получившим это звание мастерам декоративно-прикладного искусства и народных ремесел Самарской области. Ну, в общем, это такая ежегодная у нас церемония приятная, и мы очень рады, что такие люди у нас есть. И их становится все больше, да, получается? Все больше. Каждый год вы их присваиваете звание. Вы понимаете, как эта работа постоянная, потому что они его подтверждают раз в три года, то есть мы следим за тем, чтобы это была не разовая какая-то процедура, а чтобы мастер действительно работал, действительно выставлялся, то есть чтобы мы его видели в качестве именно практикующего мастера. Более того, он обязан иметь учеников под мастери. Все это является неотъемлемыми условиями присвоения ему звания, вот, поэтому этих людей не так и много. То есть вот сейчас, и мы выпускаем каталог в этом году мастеров, у нас 41 мастер. Да, и вы затронули тему учеников, и хотелось бы развить еще такую тему, ведь все вот эти чувства правильные на самом деле, возвращение к истокам, знание народной культуры нужно с детства воспитывать. Никогда уже взрослый человек, ему вот это все навязывать, что ему уже чуждым становится, как бы мы и не знали этого. Как с этим обстоит дело? Что детям можно дать? Какие возможности у вас есть, вот в частности, у вашего коллектива, может быть? То есть как приобщить ребенка к своей культуре? Я являюсь руководителем фольклорно-этнографической студии «Уклад», и она многоступенчатая, то есть там несколько групп разных возрастов, и действительно обязательно нужно начинать это с детских лет, с маленьких лет. С трех лет мы берем детей, мы занимаемся фольклором и декоративно-прикладным творчеством, то есть мы стараемся совмещать и пение, и обучать детей каким-то навыкам рукоделия, потому что раньше в традиции так и было, они пели и рукодельничали, то есть это все вместе было, не просто сели и пели, а работали люди, всегда работали руками, и при этом пели, поэтому совмещаем. И детки очень тянутся, и родители очень тянутся, и мне очень приятно сказать, что многие родители молодые, вроде бы современного порядка, так скажем, да, подходят, они все, родители приходят на занятия всегда посещают, то есть у нас комплексный такой, то есть у нас родители всегда все, они подпевают, они помогают, то есть у нас вместе происходит обучение. Задействуем все в процессе. И они видят и оценивают, и они подходят ко мне и говорят, Татьяна Анатольевна, вы не представляете, вы не представляете, что вы делаете. Я говорю, слава богу, что вы оцениваете это так правильно, что это ценится сегодня, эти навыки, это стремление зародить в душе вот это настоящее, традиционное, доброе, из наших истоков, передать самое ценное, самое доброе из того поколения, что мы успели. И еще вот к этим вашим эпитетам я бы добавила теплое, потому что даже, мне кажется, изделия вот эти вот народные, да, они теплые, что платки оренбургские, что резьба, берешь в руки дерево, да, оно несет какое-то тепло и добро. Спасибо большое, напомним только, что с 13 по 15 декабря в музее Алабина будет проходить вот такое чудесное мероприятие. Приходите все за новогодними подарками. Да, и готовимся вместе к Рождеству и Новому году. Спасибо, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания.